Девушки отдыхают Я знаю, из какого человека названо это растение Пу-те-та-ма-э Жоэл Пойнсет Я вычитала Представьте себе Он был натуралистом каким-то? Нет, он был послом американским И был он в Мексику Откуда он, собственно говоря, это растение С помощью черенка и привез И было это в 1825 году Эван, а как? Садитесь, пять Получается, это мексиканский гость у нас в гостях Это мексиканский гость, мало того, это мексиканский кустарник Который там дико произрастает И который с помощью черенка Он как раз свою Южную Каролину туда и привез И так как это растение Тоже такого же короткого светового дня Как и все, что зацветает зимой Большинство из растений, там, каланхоя Декабристы, которые уже были у нас в гостях Пуанцетти Такая вот сегодняшняя наша гостья И поэтому она так там прижилась И так там всем полюбилась Что это растение, конечно же В общем, такой настоящий символ Нового года и Рождества Вот у меня вопрос Это получается сверху цветок Или это потом превращается в листья Потому что они вот так вот как-то гармонично переходят Это обман То, что мы видим, на самом деле обман Потому что настоящие цветочки находятся у пуанцетти Которая ботанически, кстати, относится к роду молочай Поэтому, если вы это задумали в салат, не надо Не надо На слизисте, чтобы никуда не попадало Да, ядовитое, мало того Так вот, вот там внутри, если мы посмотрим с вами внимательно Вот здесь внутри есть маленькие, кругленькие цветочки Давайте покажем наши интересы Давайте, конечно Это будет очень, очень было бы хорошо Если бы мы их там разглядели Так вот, если при покупке вы их не совсем видите И они не распущены То вот такую пуанцетти и нужно брать Вот на картинке, на экране вот это они и есть, да? Совершенно верно Я специально так покрупнее их выделила Ну, это не малявки совсем Они совсем малявки, конечно И вся вот эта вот А это все листья просто Чтобы привлечь кого? Кого? Пчел? Мух? Кого-нибудь жужжащего Чтобы они совершили опыление совершенно верно То есть получается вот это вот Старенький ленок Назважаемый предцветник Предцветник И он потом зеленеет или нет? Он потом зеленеет Мы с вами можем это увидеть на листьях Которые находятся вокруг Да На удивление, это растение выращено в Москве Я, если честно, видимо, может быть, маленечко отстала Но вообще, как правило, все это приезжает к нам из-за границы А тут я смотрю родная упаковка И думаю, как приятно, как хорошо Но чаще всего те, которые оттудошнее, совсем оттудошнее У них вот такого вот греха нет Потому что это небольшой такой грех То есть это недоработка, да, получается? Ну, не то чтобы недоработка Конечно, довольно сложно ее подготовить непосредственно к Новому году Чтобы она вот такая вот красивая была И для этого два месяца Если в домашних условиях вы это растение выращиваете За два месяца нужно ее Полпак на нее надевать Чтобы 14 часов в день было темно Именно тогда за два месяца у вас появятся вот такие вот ярко окрашенные предцветники Но только покупать уже как бы в каком-то виде готовые надо растения То есть семена у нас растолочные Семенами размножаются туговато Хотя некоторые молочаи вполне славно размножаются семенами Я бы посоветовала, конечно, ввиду того, что вот такое растение можно купить в пределах 250-300 рублей Конечно, они бывают разного цвета Еще окрашенные Уже готовые Уже готовые Если вы покупаете новогоднюю игрушку, она, как правило, приличная, стоит побольше Поэтому советую себя порадовать Дарите план сайте Чего получится дальше? Это уже десятое дело А ухаживать за ней сложно? Хотя на самом деле ничего сложного и страшного нет Но чаще всего она имеет свойство делать вот так Тянуться туда наверх А мы же все же, жалко нам резать же А надо резать для того, чтобы она была вот такая плотная Поэтому ухаживать не страшно Это теплолюбивое растение Хорошего освещения В общем-то, никаких особых сложностей с ней не возникает в комнатных условиях Но если хотите, чтобы цвела, они не были просто такие зеленые листья Потому что они, ну так, честно скажем, просто обыкновенные зеленые, ничем не интересные То, конечно, лучше бы ее прикрывать для того, чтобы она у вас зацветала каждый год под новую плотность То есть, получается, резюмируя, чтобы добиться такого красненького эффекта, его нужно в темноту? Обязательно Минимум, ну, оптимум, скажем так, на 14 часов в сутки, чтобы ей было вот так вот темновато С начала ноября это нужно сделать Красноярск, это не особо проблематично у нас Да, да и люди, думаю, многие мечтают с начала ноября на 14 часов в темноту Закрыть глаза и полежать Поэтому вместе с пуансетти под колпаком и все будет хорошо В обнимочку и крепкий здоровый сон Спасибо большое Анна Россинина была у нас сегодня в гостях, но не одна, а с пуансетти Дарите друг другу на Новый год пуансетти и будет вам счастье В начале пэ или пэ не про... пэ есть Пуансетти Пуансетти Не уансетти Пуансетти Пуансетти Век живи, век учись, много интересных слов благодаря... Не переключайтесь, наша программа продолжается Пуансетти Пуансетти Продолжение следует...